Что? Новые овердрайвы уже в игре? Фейк. Это реально тот баг, который сейчас у нас уже в игре находится и встречается он тоже довольно-таки часто. С чем он связан? Связан он с сегодняшними какими-то доработками и в начале дня у нас они были связаны с тем, что появился баг с Изидой. Кто не в курсе, тот может посмотреть ролик Колямбы, ссылочку я оставлю в описании. Баг у нас был такой с Изидой, то что у нас получилось то, что лечит Изида с ДДшки урон меньше, чем без ДД. То есть с ДДшкой лечит 100 здоровья, без ДДшки лечит 190. Ну просто дичайший бред и это реально глупая ошибка, которая в игре у нас появилась. Уже ее пофиксили, но ошибку, или не ошибку, а может так и вообще в принципе должно быть. Как вы видели в начале ролика, у нас уже видны овердрайвы, которые у нас будут новые на танках. Да, вы увидели овердрайв на Викинге, сегодня я общался с ребятами, также они видели овердрайв на Васпике, на Харьке. То есть реально новые овердрайвы появляются, только они появляются с каким-то маленьким очень-таки процентом. То есть, например, вы прожмете 100 овердрайвов, из этих 100 овердрайвов, вот этот вот новый баганутый или не баганутый, или он вот так вот должен показываться, появляется вот такой вот новый у нас овердрайв. По сути он сейчас, я так понял, не работает, но он уже появляется как анимация, и это очень-таки прикольно, в плане того, что ну реально что-то новое и что-то необычное. Возможно-таки это просто баг, который реально у нас сейчас произошел в игре, и либо же это уже такое полноценное обновление, просто о котором никто не хотел предупреждать, а оно уже как бы вышло и как бы так работает. Что вы вообще в принципе думаете по этому поводу, отпишите в комментарии, и мне будет тоже интересно услышать ваше мнение по этому всему поводу. Либо же разработчики игры плохо-таки работают, либо же это уже было все-таки запланированная фишечка, поэтому по этому поводу отпишите. Что касаемо каточки, сегодня вот катанем такой боечек, как вы видите, я уже набил 250 звезд, а это значит, что я уже близок к половине, наверное, еще 100 звезд мне осталось набить, и будет у нас половина, если бы я набивал бы звезды с бустером, то у меня было бы уже 7 соточек, и в этом плане было бы очень-таки круто. Конечно же, я в скором времени запишу ролик с открытием контейнеров, с наших звезд, со звездной недели, и я думаю, что тоже получится очень-таки интересно. Поставьте, ребят, лайкосик данному ролику обязательно, вся такая, не знаю, необычная, наверное, такие инфа сегодня у нас такая всплывает, и я думаю, что многим интересно было бы такую вообще фишечку узнать. Что касаемо данной каточки, то залетел я быстро в какой-то рандомчик, у нас Форест, тут уже 3.0 ведем, я думаю, что мы быстро сейчас ее вытянем, и катанем еще сегодня одну каточку на одном из самых нагибаторских вооружений, которые мне очень-таки нравятся, и так вот красиво мы это все дело оформим. Что касаемо именно-таки, ребята, набития звезд, как я сказал уже в одном из роликов, конечно же, надо набивать их в захвате флага. Я записал тоже еще одно полноценное видео по вообще набитию звезд, но я думаю, что этот ролик у нас выйдет чуть-чуть, чуточку пораньше, поэтому вы увидите весь самый трэш чуть раньше, поэтому для вас это не станет никаким удивлением. Как-то так, ребят. 5.0 мы уже ведем, а это значит, что данную каточку мы уже сейчас быстренько оформим. Я плюсану себя в копилочку быстрые 3 звезды за 4 минуты, если это, конечно, так получится, то это будет очень-таки круто. Ну, а если не плюсану, ну, жаль, ну, что поделать. Давайте постараемся это хотя бы сделать, у нас флажочек, конечно же, уходит, но я думаю, что наши ребята должны сейчас возвращать, ну, и мы поставим данный флажочек уже шестой и быстренько будем заканчивать. Ладно, скинем сейчас флажочек, поедем, попробуем вернуть. Вернем флаг и будет в этом плане у нас все четко. Что хотелось бы еще, ребят, сказать с этими новыми овердрайвами. Я не записывал никаких роликов по овердрайвам вообще в принципе, и в этом плане я хотел бы тоже выделить свои корпуса. Есть очень интересные овердрайвы, которые у нас будут работать. То есть, кто не знает вообще, давайте скажу сначала так. То есть, у нас у каждого корпуса будет свой овердрайв. Есть овердрайв, который условно дает неуязвимость. Если не ошибаюсь, то это у Титана у нас будет неуязвимость. Есть такая, купол такой, короче, будет у нас появляться над танком. Потом у нас есть что-то вроде метеорита. Я не помню, если честно, на каком корпусе он появляется, так как я в этой всей фишке не разбирался, не тестировал, не смотрел, просто видел, что у нас вообще в принципе имеется. То есть, ну, анимация очень-таки здравая, очень-таки красиво сделана. И у каждого корпуса она будет своя. У каждого корпуса свой бонус. Что-то дает плюс нарки, что-то дает неуязвимость, что-то дает взрыв, как у метеорита. То есть, ну, такие вот прикольные анимации сделаны. И уже они сейчас у нас тоже в игре появляются. С чем оно связано? Я сказал, что я вообще в принципе сам неудоумеваю. Вообще не знаю, с чем оно может быть связано. Так, у нас там простой голдеский летит. Ну, тогда просто быстренько ставим флажочек и никому данный золотой ящик не даем. Так, сразу же залетаем в следующую карточку. Я думаю, что вот так для аппетита, для ролика, надо бы еще одну скатать. Так, ну, это, конечно, не аппетитная карта. Давайте какую-нибудь нормальную, добрую, нагибаторскую карту. А то меня что-то тут закидывает в какой-то Брест, блин. Брест, серьезно, Брест. Одна из самых моих нелюбимых карт, и меня на нее закидывает. Зачем вы меня закидываете на Брест? Я попросил хорошую карту, а ни в какую хорошую мне больше забрасывать не хочет. Я понял. Ну, записываю ролик уже, можно таки сказать, поздним вечером. Уже нету большого количества битв, и поэтому закидывает в первую попавшуюся. И приходится иногда немножечко долго ждать. Сыграть я хотел вот этот второй боечек на одной из самых крутых пушек, поэтому сейчас мы быстренько, я думаю, переоденемся. Все-таки надо взять одну очень-таки прикольную имбалансную пушку, которая мне очень-таки нравится. И я думаю, что вообще, в принципе, можно все катки играть только на этой пушке, если бы, конечно, от нее всегда бы еще резиста не было. Было бы вообще шикарно. Так, парниша у нас пытается увезти, я думаю, что у него сейчас вернут флаг или не вернут. Мне бы самому, конечно, не слиться в таком моменте-то, а? Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Блин, жалко. Жалко, что я его не добил. Но это полноценный размен. Хотел бы я, конечно, чтобы этого размена не было, чтобы я мог полноценно сейчас уйти в гараж и переодеться. Но у нас получается разменчик. И даже, может быть, я его сейчас проиграю или же нет. Нет, у нас есть ребята, которые мне точно помогут. И я надеюсь, что данный флажочек я как минимум засейвлю. А если я его засейвлю? А наши вернут? Вернули. Молодцы, супер, нагибаторы. Так, сливаем быстро, хорошо. 1-0. И еще одну быструю каточку. Я думаю, что надо сегодня оформить, чтобы было вообще у нас все очень-таки четко. Еще, ребят, хотел бы вам задать вопросик вообще, в принципе. Стоит ли вообще, в принципе, по вашему мнению, набивать данные звезды? То есть многие там задаются таким вопросом. Многие думают, что, не знаю, там, набивать эти звезды это глупо. Кто-то думает наоборот, что это хорошая халява. А как вы вообще считаете? Стоит ли набивать звезды, по вашему мнению? Или же все-таки это бред? То есть это пустая трата вашего времени и, по сути, она ничего не дает. Либо же это хороший, хороший не только, ребят, развлечение, но и хороший именно-таки бонус к вашему заработку в игре. Я имею в виду кристальному. То есть вы получаете контейнеры, получаете какую-то еще плюшку, какую-то красочку красивую. То есть и при этом еще зарабатываете на x2 фондах огромное количество кристаллов. Если вы это делаете с премиум аккаунтом, я это знаю, что это очень-таки дичайший фарм, который всегда у нас очень-таки круто работает. Поэтому как-то так. По этому поводу тоже, ребят, обязательно отпишите в комментарии. Люблю читать комментарии ваши, поэтому оставляйте. Те, кто у нас, ребят, пишет очень-таки полезные даже в какой-то мере для меня вещи. В одном из предыдущих роликов у нас такой парниша был. И мы ему выдали определенный приз. Поэтому пишите. Если у вас будет хорошая мысль, если вы будете что-то интересное рассказывать всем, то я вас тоже буду поощрять каким-то определенным нагибаторским бонусом. Как-то так. Пять минут до конца у нас боя. 1-0 мы ведем. Опять у нас разменчик на соликамчике. На соликамске, на соликамчике говорю. Соликамчики это, конечно, круто. Но надо бы сейчас вернуть флажочек. Хотя вот я хотел все-таки переодеть данную пушку. Но понимаю, что в данном бою даже этот молот хорошо наносит урон и хорошо нагибает. Поэтому это меня не может не радовать. Но у нас что-то там с флагом происходит. Нет, флажок у нас не возвращают. 1-0, 4 минуты до конца. И я должен прямо-таки сейчас уже делать этот возврат. Не знаю, почему у меня до сих пор не получается его сделать. Возможно-таки все-таки стоит сменить пушку, чтобы вернуть данный флаг. Парни у нас тут минируют. И я думаю, что это должен быть возврат. Да, сбиваю прицел и возврат полноценный. Оформляю. 2-0 делаем, да, ребята? Я надеюсь, что там сейчас поставят. И я быстро еще один флажочек дерну. Давай, ставь, 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 ставь. Но я зачем возвращал? Чтобы вы там тупили? Чем вы занимаетесь? Ну, ставь. Пожалуйста, быстрее. Боже, они еще увозят. Зачем вы так плохо играете? Объясните мне, пожалуйста. Почему они увозят? Боже, они еще и вернули. Сейчас еще и могут поставить. Нет, 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 не надо. Не надо так, пожалуйста. Просто я все, конечно, понимаю. Но давайте вы в такую игру сегодня играть не будете. Блин, я, конечно, сейчас не лоханулся. Все-таки возвращаем. Не буду я менять пушку. Хотел я сегодня поиграть на другой пушечке во второй катке. Но понимаю, что в данном бою молот очень-таки полезен. Даже будет, наверное, полезнее фреза. Хотя с этим, конечно, можно было бы поспорить. Но почему-то в данной катке он заходит на ура. При том, что мы ведем еще в бою 1-0 всего лишь, я думаю, что стоит дернуть хотя бы еще один флажочек, дабы увеличить отрыв. И чтобы в этом плане у нас все было четко. Давайте увозим. Увозим, 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 увозим. Хорошо, протиснулся. Это круто. Протиснулся. Это очень хорошо. Опять у нас размен. Опять парни играют в свою игру. И очень-таки довольно-таки интересный бой получается в итоге. Еще один резист от молота появляется. И я думаю, что это уже ведет к тому, что нам надо все-таки менять свою пушку. Дабы избежать неприятных всяких ситуаций. Все-таки на фризе намного проще дефить. А вот сейчас можно таки было бы уже бы и ошибиться. Давайте спустимся вниз. Переиграем здесь игрока. При том, что остается всего лишь 2 минуты до конца. Я думаю, что мне надо сыграть очень-таки аккуратно и засейвить данный бой до конца. Чтобы его не проиграть. По сути мне, конечно, так и так дадут 3 звезды. Но хотелось бы все-таки данную каточку выиграть, а не просто отдать ее противнику. Так, ладно, давайте постоим здесь. Раз у нас тут все четко. Изида стоит, лечит. Можно просто засейвить данную каточку. И по красоте закончить данный жесткий, крутой, нагибаторский ролик. Как-то так. Давно у нас, ребят, не было вот таких вот каточек. Просто вот, просто катка. Я не знаю, как это назвать. Это в какой-то мере. Простой летсплейчик, я бы сказал. Что вы вообще думаете по данному вообще ролику? Я не знаю. Нравятся ли вам такие бои? Просто формат, ну, можно так сказать, озвучка боя. Раньше это, конечно, называлось простой летсплейчик. Боечек, каточка. Рассказываешь, как играешь. Получается там у тебя что-то. Не получается. Что ты будешь делать в той или иной ситуации. И тому прочее. Нравятся ли вам видосы именно вот такого формата? Если нравится, то было бы тоже интересно услышать ваше мнение. 40 секунд у нас до конца боя остается. Ведем мы уже стабильненько 1-0. И я думаю, что данный флажочек я уже не должен проигрывать на катке. И опять у нас падает золотой ящик под самый конец боя. И сейчас у меня будут огромнейшие проблемы, так как пацаны прожимают овердрайв. И это возврат. Блин, ну только не 1-1 за последние секунды, можно таки сказать, боя. Я все-таки упускаю флаг и счет становится у нас 1-1. И парни увозят еще один. Серьезно, мы проиграем бой на последних секундах. Как же это будет обидно и неприятно. Жалко. Очень жалко. Весь бой вести 1-0 и в итоге проиграть. Да. И такое бывает, ребят. Ну а на этом мы будем заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok